Радио Камчатка. Гость в студии. 11 часов и 05 минут на Камчатском полуострове. Меня зовут Анастасия Островская. В этой студии также мои соведущие Ксения Али и Макс Восьмой. Здравствуйте, друзья. И мы с большим удовольствием приветствуем нашу гостью. Это Елена Бородина, заместитель генерального директора федеральной сети клиник слуха Аудионика, сопредседатель медицинского комитета общероссийской общественной организации «Деловая Россия» по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, член Общественного совета при Министерстве социальной защиты населения Хабаровского края. Вот такой список регалий. Здравствуйте, Елена Сергеевна. Добрый день. Здравствуйте. Мы сегодня говорим... Доброе утро. Да, у нас тема важная. В крае у нас открылась клиника Аудионика, которая занимается болезнями слуха. Все верно? Мы занимаемся нарушениями слуха, различной степени тяжести, различной формы, естественно. Вот мы занимаемся не только тем, что пытаемся это как-то вылечить, хотя это далеко не всегда возможно. Мы занимаемся больше коррекцией и компенсацией слуха именно посредством слухопротезирования, потому что чаще всего к нам приходят с уже запущенной тугоухостью, которая длится много лет, и которая, к сожалению, не восстанавливается. То есть у нас нет молочного слуха, то есть это как молочные зубы. Вот они выпали, как бы ничего страшного, следующие вырастут уже нормальные. К сожалению, молочного слуха нет. Если вы слух уже утратили, все, что можно сделать в лучшем случае, это его зафиксировать на том уровне, на котором он остался, чтобы он дальше не снижался, ну, либо уже дальше корректировать его с помощью цифровых слуховых аппаратов, то есть посредством слухопротезирования. Что может влиять на слух? Как может человек ухудшить его? Намеренно или не преднамеренно? На самом деле очень много факторов, потому что, ну, начнем с того, что наше ухо предназначено для тишины, чтобы слушать тишину, а не чтобы слушать шум. То есть изначально наш слух – это такое средство для… средство самосохранения. Ну, то есть чтобы вовремя услышать, если к вам кто-то подкрадывается с целью убить, съесть, там, или еще что-то как-то, чтобы вы вовремя или забрались на дерево, или спрятались в пещеру, ну, то есть как-то вот поспособствовали своему выживанию. И поэтому острота слуха у тех же людей, которые, допустим, вот сейчас живут где-то в удаленных районах, где не доходит шум цивилизации, у них именно острота слуха, она достаточно высокая. Мы же никогда не остаемся в тишине. Вот даже, вроде, казалось бы, в собственной квартире мы же никогда не… у нас уши никогда не отдыхают. То есть у нас есть гаджеты, у нас есть будильники, телевизоры, у нас капает вода, у нас тикают часы, у нас где-то играет музыка, за стенкой там разбираются соседи, там, либо еще что-нибудь. Мы выходим на улицу, это шум машин, это обязательно какой-то гул от высоких зданий, это шум строек, это где-то тоже музыка играет, ну, и так далее. То есть мы не остаемся в тишине практически никогда. А ведь ухо, скажем так, слух не поставишь на паузу. Так раз, отключили и легли спать, потом раз, включили и опять пользуемся. Увы, нет. То есть в любом случае в течение жизни наш слух ухудшается, так или иначе? Это не всегда так. Первое самое, то есть у нас шумовое загрязнение достаточно высокое, поэтому слух портится, невзирая на возраст. Второе, это мы же болеем, у нас есть воспалительные заболевания, которые также касаются и аториноларингологии, то есть болезни ушей. И здесь, к сожалению, люди очень любят лечиться, и лечиться самостоятельно, пользуясь тем, что либо бабушка в очереди сказала, либо в интернете, мы же умные, нам зачем врачи. После этого мы либо недолечиваемся, когда прерываем курс, потому что, ну, вроде ничего не болит, хватит пить таблетки. Вот. Мы лишний раз не ходим к врачам, особенно это касается мужчин, которые руководствуются принципом, либо рассосется, либо уже отвалится, но все равно беспокоить никак не будет. И после этого тоже идет проблема со слухом, обязательно на это накладывается, поэтому воспалительное заболевание ушей, это как раз таки то, что влияет на остроту слуха. Далее, это прием атотоксичных препаратов, как я уже говорила, мы любим лечиться очень. Вот. И мы принимаем, скажем так, не то и не в тех дозах, как положено. Если есть проблемы с мочеводелительной системой, то это все имеет свойство накапливаться в организме, а потом давать такие осложнения, как вот потеря слуха. Сопутствующие заболевания, которые тоже влияют. Ну, то есть достаточно большой список, я уже не говорю про врожденные, генетические изменения, то есть это тоже все есть. Поэтому, в принципе, угроза она реальная, она очевидная. Лена Сергеевна, вот мы вчетвером сидим и все сидим в наушниках. Вот это вот искусственное усиление звука, как оно влияет на слух? Вы сидите в безопасных наушниках, с чем я вас и поздравляю. То есть именно накладные наушники, они на сегодняшний день являются самыми безопасными для слуха, особенно наушники с шумоподавлением и выделением именно вот речи. Они очень удобные, они безопасные тем, что сам микрофон, он отдален от барабанной перепонки и никак на нее не действует. А вот наушники-капли, которые находятся рядом с барабанной перепонкой, они достаточно сильно ее растягивают, потому что у нас, как мы слышим, у нас звуковая волна через барабанную перепонку, дальше она проходит в среднее ухо, ну и так далее. И вот барабанная перепонка, она вот, она вибрирует, то есть она дальше проталкивает звуки. Ну, я сравниваю это с барабаном. Вот если вы будете долго, бездумно бить в кожаный барабан, что с ним произойдет? Мембрана ослабеет. То же самое барабанная перепонка, это же кожа. А вот есть такой миф, а может и не миф, вот сейчас вы нам расскажете, что тугоухость – это болезнь для взрослых, то есть старая болезнь, так будем говорить, да, если в просторечии выражаться. Так ли это? Ну, если я вам скажу, что близорукость – болезнь для взрослых, у меня что на это ответить? Думаю, что нет. Ну, здесь то же самое, это же болезни, они же не выбирают. Молодой человек, пожилой человек, это ребенок. Тугоухость, она вне возраста и вне, скажем так, социального положения человека, которого может это настигнуть. Здесь же зависит от образа жизни, от генетики, от того, где он работает, потому что профессиональная тугоухость, она тоже существует. Тут очень много факторов. Возраст – это один из факторов, но я знаю пожилых людей, у которых очень хороший слух, которые все слышат, у них все прекрасно, у них нет тугоухости. Да, с возрастом вероятность увеличивается, потому что мы не молодеем, и у нас организм изнашивается, и у нас, допустим, та же самая барабанная перепонка с возрастом, она утолщается, слуховой проход сужается. То есть это возрастные изменения, от которых никуда не денешься. Но это не главный фактор именно появления тугоухости. Ну, есть ли какая-нибудь группа риска, вот, допустим, там, музыканты, кто непосредственно, звукорежиссеры, аудиотехники, там, эхо-гидроакустики, кто постоянно работает с ушами, они находятся в группе риска? Ну, конечно. Даже воспитатели детского сада. В первую очередь. Потому что, когда кричит ребенок, это по именно децибелам, это можно сравнить с работой перфоратора и отбойного молотка, это примерно тот же самый звук. Для этого существует, для того, чтобы именно людям, скажем так, вредной профессии именно для слуха, не быть подверженным какой-то степени тугоухости и постараться сохранить свой слух именно в норме, нужно пользоваться, во-первых, профессиональными берушами. Беруши – это такое приспособление, оно сложено из двух слов. Берегите уши. Беруши. То есть, они бывают разные. То есть, это такие индивидуальные ушные вкладыши, которые защищают ваш слух от именно излишнего шумового загрязнения. При этом они выделяют речь. То есть, речь вы слышите, шум вы не слышите. Есть профессиональные беруши для музыкантов, для стрелков, для промышленности, для сна, для полета. Нам нужны такие. Ну, в общем, их достаточно много, список очень большой, но тем самым, делая такие беруши, используя их, то есть, вы можете сохранить свой слух. Есть акваплаги – это специальные беруши, которые предназначены для бассейнов. То есть, особенно касается тех детей, которые подвержены именно атитам частым, частным простудам, вот они как раз закрывают у нас слуховой проход, чтобы туда не попадала вода и лишний раз, как бы, ребенок не болел. При этом, еще раз говорю, что слуховой проход закрыт, но речь вы слышите. Мы такие делаем. Беруши мы делаем. Не могу не задать вопрос, который волнует очень многих пользователей социальных сетей. Не так давно вирусился ролик, автор которого утверждает, что те самые ватные палочки, которые еще известны как ушные, не ушные вообще, ими запрещено ковыряться в ушах. Все верно. Абсолютно верно. А зачем они тогда сделаны? Зачем они ушные вообще? Вообще, ватные палочки, они предназначены для другого. То есть, это для того, чтобы где-то что-то подправить, для того, чтобы косметику подправить, допустим. Но они не предназначены для чистки ушей, потому что… Ну, во-первых, это маркетингный выход. Это первое. Чтобы они лучше продавались. Второе. Если уж хочется ватные палочки, возьмите ватные палочки с ограничителем для чистки ушей маленьких детей. Они такие продаются. То есть, они очень такие… Где много ваты намотано, да? Да, но там очень небольшой кончик остается, которым вы глубоко в свой ушной проход не попадете. И никакой вред не нанесете. На самом деле, у нас ухо – самоочищающийся орган. Природа все уже придумала за нас. Так как мы все кожаные, и внутри у нас в некоторых местах тоже есть кожа, что касается слухового прохода, там тоже кожа, но только волоски, они растут в другую сторону. Вот. Немножечко у них такая вот… Функционал другой. Когда мы начинаем говорить, либо что-то есть, эти волоски начинают двигаться в другом направлении, тем самым выталкивая серу в другую сторону, к выходу. То есть, биоштопор получается такой себе, да? Вам ее достаточно просто промокнуть и удалить. Есть такой еще важный вопрос. Насколько мне известно, на Камчатке существует большая проблема с детскими сурдологами. Их нет. И для того, чтобы отрегулировать аппараты ушные ребенку, которому это требуется, либо их установить, у нас родители вылетают за пределы Камчатского края. В вашем центре есть такой специалист? У нас пока именно сурдолога нет. У нас сурдоакустик. Мы открылись только в феврале этого года, поэтому мы только будем собирать и подавать документы на лицензирование. Это процесс небыстрый. Но вообще в дальнейшем, допустим, у нас самое ближайшее отделение от вас, это город Хабаровск, где у нас и лицензия и на сурдологию. У нас есть и детский сурдолог, и взрослый. Также у нас есть сервисная лаборатория по ремонту слуховых аппаратов, по изготовлению индивидуальных ушных вкладышей, корпусов для внутриушных слуховых аппаратов и вот тех самых беруш, о которых я вам уже говорила. Мы планируем, естественно, в каждом городе, там, где у нас расположена клиника, мы планируем и открытие сервисного центра, и именно получение лицензии на сурдологию. Но, как я уже говорила, процесс небыстрый, поэтому очень, конечно, мы хотим, чтобы это здесь было. По крайней мере, когда будет лицензия, мы хотя бы детского сурдолога сможем уже отправлять в ту же командировку, чтобы он в какое-то время приезжал. Пока у нас сурдоакустик, который не лечит, но занимается слухопротезированием, занимается компенсацией именно слуха посредством цифровых слуховых аппаратов, а также проводит диагностику слуха на поликлиническом аудиометре. Все, как положено, по воздуху, по кости, как это везде делается. То есть к нему можно прийти с ребенком, который уже в слуховых аппаратах, и настроить, перенастроить. Если это слуховые аппараты, на которые у нас настройка есть, у нас программа установлена, то да. Если эти слуховые аппараты, у нас их в клинике нет, естественно, программ для настройки тоже нет, то нет. То есть нужно уточнять, какие аппараты. Прийти и проконсультироваться. Давайте расскажем, где находится ваша клиника, контактный телефон, может быть, сайт, чтобы наши радиослушатели могли обратиться. Ну, мы находимся на пограничной 1. Это район КП. Там большая вывеска. Нас, в общем, хорошо видно из дороги в том числе. Наши координаты, прям поточнее, с номером телефона можно найти в 2 ГИСе. Они тоже есть. Также у нас есть сайт общий, audionika.ru, где можно зайти и посмотреть вообще все отделения, какие у нас есть по России. У нас их больше 24. Вот. И можно посмотреть, чем мы занимаемся, какие услуги мы оказываем, наши новости вообще, то, чем нам, то, чем мы гордимся, то, что мы планируем, то, в чем мы уже участвовали. То есть там вся информация на сайте у нас есть. Поэтому милости просим. Спасибо большое. У нас в эфире была Елена Бородина, заместитель генерального директора федеральной сети клиник слуха-аудионика. Если вы только что подключились к нашему диалогу, то заходите в телеграм-канал Радио Камчатка и Массмедиа Камчатка. Совсем скоро там появится видео-версия нашей беседы. И берегите уши. Гость в студии на Радио Камчатка.